Привет дорогие зрители канала час ремонта, в этот раз я собрал для вас лучшие модели инверторных генераторов самых разных мощностей. FUBUG TI 1000 самый компактный, но при этом на многое способный бензиновый генератор. Внешне представляет собой упакованный в симпатичный корпус агрегат. На передней части расположились все основные элементы управления и выводы электричества. Цифровой дисплей выводит на экран действующие параметры. Розетки на 220 и 12 вольт позволят воспользоваться результатами переработки бензина в электричество. Тут же собрана коллекция индикаторов для отслеживания событий генератора, например, низкий уровень масла или перегрузка. На верхней части расположилась горловина небольшого бака, его объем в этой модели составляет 2,1 литра. По центру находится ручка для транспортировки, переносить модель сможет и один человек, так как вес генератора составляет всего 16 килограмм. С левой стороны установлен съемный лючок, открывающий доступ к двигателю и воздушному фильтру. На этой же стороне есть выключатель и ручка ручного стартера. В задней части есть глушитель, который снижает уровень шума до 56 дБ. Мощность этот малыш может выдавать на уровне 1000 ватт, этому способствует двигатель в 2 лошадиные силы. Достаточно мощный мобильный генератор, который сможет запитать освещение, небольшие электроприборы на отдыхе, даче, да и в частном доме тоже при отключении электроэнергии. Отдельно стоит отметить экономичный режим, который можно активировать специальным переключателем на панели управления. В этом режиме генератор выдает меньше мощности, но работает тише и дольше. Пользователи в своих отзывах отмечают невероятную компактность прибора, его мощность, удобство управления и тихую работу. Из главных недостатков называются высокая цена, необходимость частого обслуживания и маленький бак для бензина. Если вам захочется купить одну из моделей в этом ролике, то загляните в описание, там мы собрали ссылки на все модели, а также там вас будет ждать промокод, покупать с которым будет приятней. FUBUG TI-2000 – это более мощный собрат предыдущей модели, хотя внешне выглядит практически так же. Весь агрегат тоже компактно упакован в приятный на вид корпус. Панель управления расположена в передней части генератора и на ней сконцентрированы основные узлы управления и вывода напряжения, а розеток на 220 вольт здесь две. Вывод на 12 вольт один, бак заметно больше, чем у младшего брата – 3,8 литра. Горловина располагается сразу над панелью управления, есть ручка для переноски, эта модель весит немного больше предыдущей – 23 килограмма. Но одному переносить ее все еще можно. Доступ к двигателю и воздушному фильтру для обслуживания также скрыт под лючком на боковой панели. Из удобного функционала доступен небольшой экранчик с параметрами работы генератора, а также ряд светодиодных индикаторов. Двигатель обладает мощностью в 2,86 лошадиных сил и способен выдавать 2000 ватт на пике. В этой модели точно так же, как и в предыдущей, есть экономичный режим – работает тихо и долго, мощности выдает немного. В целом, пользователям модель нравится – за достаточный уровень мощности, компактность, малый вес, простое управление и тихую работу. Критических недостатков не обнаружено. А сейчас настал тот самый момент, когда можно взять и поставить лайк этому ролику, а еще лучше написать целый комментарий. AI Power A2000 IS очень похож на обе предыдущие модели. Точно так же все узлы и агрегаты запакованы в аккуратный компактный корпус. Этакая канистра с ручкой и разными крутилками. Одно из интересных отличий, которое сразу бросается в глаза – наличие двух USB Type-A с токами 1 и 2 А на панели управления. Розетка на 12 вольт здесь не предусмотрена, а зато есть одна на 220. Все разъемы оснащены крышкой для защиты от пыли и в какой-то степени от влаги. Тут же на панели есть небольшой цифровой дисплей, выдающий текущие параметры генератора. А еще есть переключатель экономичного режима, в котором генератор экономит мощность за счет снижения потребления бензина и оборотов двигателя. Топлива хватит на более долгое время, а шумит он при этом гораздо меньше, идеально для подключения небольших приборов и электроники. Корпус генератора рассчитан на любую погоду и может работать под открытым небом. Низкий уровень шума в этой модели обусловлен несколькими факторами. Во-первых, сам корпус является неплохим шумоподавляющим механизмом. Во-вторых, здесь установлен самый что ни на есть настоящий глушитель, но и система электронной регулировки оборотов не позволит агрегату греметь без необходимости. Цифровая система контроля над электрическим током позволяет генератору выдавать чистое напряжение, а это в свою очередь позволяет подключать к модели массу чувствительных к перепадам устройств. Пользователи в своих отзывах пишут о качественной сборке корпуса, тихой работе, простоте управления. Не занимает много места, удобен на выезде как для работы, так и для отдыха. Из недостатков в редких отзывах тяжелый запуск, но в целом модель рекомендуют. Denzel GT 3500IF более мощная и не совсем компактная модель генератора. Выглядит он совсем как взрослые генераторы большой мощности. Вместо плотно упакованного пластикового корпуса все агрегаты и узлы по периметру обрамлены прочной рамой. Подобраться к двигателю и другим элементам конструкции можно без проблем в любой момент. Панель управления имеет весь необходимый минимум элементов контроля и управления. Есть тумблер включения, вывод постоянного тока на 12 вольт и пара розеток на 220. Также имеются индикаторы для мониторинга происходящих процессов. Запускается модель только с ручного стартера, он находится на боковой панели генератора. Семисильный двигатель выдает мощность в 3200 ватт, генерируя ток высокого качества, поэтому можно спокойно подключать чувствительную технику. Для повышения долговечности инженеры использовали при производстве сталь, чугун и медь в ключевых узлах генератора. Бачок для бензина установлен в верхней части конструкции, его объем составляет 5 литров. Разработчики уверяют, что полного бака должно хватить на 4,5 часа работы. Пользователи говорят, что мощности генератора вполне достаточно для практически любых бытовых задач, управление простое. Первый запуск тоже не вызвал массовых проблем, из основных недостатков выделяют шумную работу. HUTR DN4400i, как и предыдущая модель, имеет открытую систему компоновки узлов и агрегатов, вокруг которой есть защитная рама по периметру. Выглядит модель внушительно и качественно, весит 36 килограмм. На передней панели уже по классике разместились основные органы управления и контроля за работой оборудования. Сюда же выведены пара розеток на 220 вольт и клеммный вывод постоянного тока на 12. Посередине есть вольтметр, слева от него ряд индикаторов, показывающих текущее состояние генератора. Есть и кнопка для перезагрузки, мощности в агрегате заявлено 3600 ватт. Заводится двигатель от ручного стартера, шумит модель примерно на 86 дБ. При этом на генераторе установлен глушитель. Пользователи отмечают надежность модели, чистый синус, мощность и простую эксплуатацию. Из недостатков можно выделить неудобную ручку стартера, а также мнения по поводу шума разделились. Для кого-то работа генератора показалась шумной, для кого-то нет. Patriot GP3000i – интересная модель в первую очередь тем, что в компактном и малошумном корпусе инженерам удалось разместить оборудование, выдающее максимальную мощность в 3500 ватт. Внешне генератор очень похож на несколько первых моделей выпуска, такая же канистра с кнопками, переключателями и розетками. Собраны они все, кстати, в аккуратную панель управления, тут находятся пара розеток на 220, вывод на 12 вольт, светодиодные индикаторы, тумблеры, экономичного режима и выключение генератора. Экономичный режим нам уже знаком по другим моделям из ролика, здесь он работает точно так же. Минимум оборотов, минимум шума, минимум потребления топлива и соответственно минимум мощности. Подходит для подключения устройств с малым потреблением энергии, стартер здесь ручной. Глушитель находится в задней части, весит аппарат побольше своих похожих по конструкции собратьев, чуть менее 30 килограммов. Пользователи хвалят качественное исполнение, прочный пластик корпуса, тихую работу. Также отмечается легкий запуск, особо критичных замечаний нет, модель пользователи в основном рекомендуют. Хютер DY6500LXW – самый мощный генератор в нашей подборке. Двигатель на 13 л.с. выдает мощность на пике в 5500 Вт. Выглядит массивно и весит также почти 90 килограмм, поэтому разработчики сразу предусмотрели ручки и колесную базу для модели, которые есть в комплекте. Из интересных особенностей стоит сразу выделить наличие режима сварки, для этого есть регулятор тока сварки и специальные разъемы. Запускается генератор с помощью электростартера, для этого у него есть собственный аккумулятор. Бак на верхнюю часть конструкции установили большой на 22 литра. На панели управления есть вольтметр, пара розеток на 220 вольт и одна на 12. Пользователям модель понравилась, подходит для регулярного использования как в быту, для питания бытовых приборов, так и на стройплощадках для сварки или подключения мощного электроинструмента. Собран надежно, мощности хватает, обладает хорошим соотношением цена-качество. Из минусов можно отметить разве что неудобный ручной стартер. А на этом у меня генераторы закончились, дорогие друзья, но подборок с другими товарами много на канале час ремонта, поэтому рекомендую тут же подписаться, так как новые ролики выходят регулярно. Ссылки на все модели аккуратно уложены в описании рядом с промокодом для вашей приятной покупки. Не забывайте про лайки и комментарии, эти двигатели развития помогают нам становиться еще лучше. А теперь я с вами прощаюсь, до свидания!